Восвитая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Узнагороды за працу. Головный редактор Гомельской прауды Сергей Беспалы отрымал гоноровое звание «Заслуженный дедж культуры Республики Беларусь». Во-первых, класс с подарунками. Украине протягивается акция «Правсоюз с детям». Не допустить бяды. МНС проверяет стан пячного тепления у приватном секторе. И зараз об этом и иншим больше подрабязна. Головный редактор Гомельской областной газеты Гомельская прауда Сергей Беспалы отрымал гоноровое звание «Заслуженный дедж культуры Республики Беларусь». Отповедный указ подписал президент краины. Областная газета «Гомельская прауда» – одно место працы Сергея Беспалаха. Сюда и он пришел 31 год тому, после закончения Беларусского державного университета. У лютого 2001 года узначали у коллектив выданья. За этот час «Гомельская прауда» стала самой массовой областной газетой краины. Сегодня она выходит стройче на тыдень, тиражом, прикладно, у 55 тысяч экземпляров. А про это в составе редакции «Выдовецкий дом» и «Уласное радио». У планах открытие студии, телебачення. Что тычется непосредственно газеты, то, на думку Сергея Беспалаха, зараз ее сторонки повинны больше наполняться аналитичными материалами. У газеты есть своя ниша. Та оперативность, которая есть сегодня в интернете, в газете можно уже показать развернутый материал с какой-то аналитикой, с мыслями, с выводами. То, что тоже достаточно интересно. Это, конечно, очень важно, чтобы понимали журналисты и приходили те журналисты, которые могут проанализировать, а не просто написать несколько слов, что, где, когда. Так само указан президента, прокурору Калинковицкого района Сергею Ярмоленко присвоено гоноровое звание заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь. Протягиваем выпуск. У перший класс с подарунками и добрым настроем. Акция «Профсоюзы детям» проходит по всей краине. Як веншують будущих школьников, ведают наши корреспонденты. Маша Кашина с братами и сестрами вместе в новенького портфеля готовы обмерковывать без конца. И она уже омаль першоклассница. И трохи хвалюются перед отказным днем. А мать и тата больше думают про то, как собрать детей в школу. Старейшие датчцы, 21 год, самому маленькому годик. С пятерых детей трое школьников. И без державной подтримки признаются, зарабить это непросто. Такой праздник устраивает уже который год постоянно. От мужа организации, что детки ездят на такой праздник. Собирают портфель полностью собранный. Причем что исключительно все для первоклассника. Еще вот денежку дают. Для меня это большая поддержка. Очень большая. И мы сейчас практически уже мы собраны. Нам только вот, что единственное осталось ботиночки. Звонок на перемену. Значит пора отдыхать и танцевать. Зарадка от Миньона и загадки от бабы Яги. Кожный год правкам мясового коммунального предприемства проводят свято. День добрый школа. Это и забавляльная программа и солодкий стол. Портфели с усим необходимым для учебы и дипломы першоклассника. У ГТРС и роддятей работников предприемства Амаль 40 малых отримали подарунки. В коллективном договоре предусмотрен ряд выплат семьям, воспитывающим детей. В частности это касается неполных семей, многодетных семей, семей, которые взяли под опеку детей. Эти выплаты к первому сентября оказывает профсоюзный комитет и наниматель от двух до трех базовых величин. Доброчинная акция профсоюза с детям проходит в ГТД по всей Украине. Подтримку отримливают социальные притулки, школы-интернаты, детские домы семейного типа. Только в минулом году на ГТМЭТ было накировано больше 2,5 миллиона рублей. Вольга Холодович, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» Прадыпабонзе агентства теленавинов. Светлогорский район. Процедники наглядальных комиссий начали проверку стану першного отцепления в домах приватного сектора. В Гомеле первыми наведали состарелых людей, у которых нема близких. И есть потреба в допомозе по профилактике сгораниям. У зимового периода в регионе означалося повеличение количества выпадков гибели пенсионеров за несправности першного отцепления, порушение правил о выходе за огнем и активного выкрыстания багровальников. У летку супрацовники МНС разом с представниками служб профилактики взяли ситуацию под свой контроль за догады наступления отцепляльного сезона. Наведывают одиноких состарелых людей и оказывают им допомогу по проведению лазни и грубоку належный стан. Проводят размовы и усталевывают пожарные оповещальники. При посещении домовладений с печным отоплением проводим инструктивно-разъяснительную работу с гражданами. Напоминаем им еще раз о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, о запрете топить печи с открытыми дверцами. Особое внимание уделяется устройству печей. Прокуратура Гомельской области принимает активный удел у пополнения экспозиции музея криминалистыки, открытым преобластным музеем военной славы. Зараз тут наличивается коля 700 экспонатов, які рассказывают об деятельности правоохонных органов. Разом с работниками прокуратуры сторонки истории перехарнул Олег Синцеров. Был и дом Грышанкова на перекрыжевании сучасных улиц Белецкого и Баумана. На початку 20-х годов минулого 100-го года тут знаходящий отдел юстиции. Минавито с этого будинку в свой час починалась история областной, а тогда еще губернской прокуратуры. Гомельская губернская прокуратура была створена решением президента ГУП Ваканкама 18 вересня 1922 года. Это был час обновления народной господарки и новой экономической политики. Часткая информация об деятельности правоохонных органов этих часов заявляется закрыта и сегодня. У УВД, не присвеченном 95-й годе областной прокуратуры, эту околичность увеличивали, але им кинулись рассказать об своей истории максимально полно. Читателям будет интересна тема, которая почему-то у нас мало этой теме уделялась. Это об уголовной ответственности немецко-фашистских захватчиков за злодеяния, совершенные на территории нашей области. Всем известны о процессе в 1946 году в городе Минске, когда несколько генералов, по вине которых были уничтожены тысячи людей, предстало перед судом военного трибунала. Есть гомельский приговор, где также высокопоставленные чины не только СС, но и вермахта предстали перед судом. В ДК железнодорожников в 1947 году проходил процесс. Но и в этой книге мы говорим о том, что эти процессы продолжались и до новейшей истории. Суды над военными злочинцами, борьба с криминалом и нагляд за ответностью законодавству судовых решений в основе выдания успамины ветерану прокуратуры и дадзины из державных архивов. Особливая увага в юбилейном выдании – работе по реабилитации особ, которые потерпели подчас сталинских репрессий. Эти дадзины ранее нигде не публиковались. Вот, например, такие цифры нигде не публиковались. Всего с 1955 года органами прокуратуры области было изучено 19 742 уголовных дела в отношении 37 755 лиц. Из них реабилитировано 26 357 человек. Музей криминалистыки при Гоменском областном музее военной славы открыт в 2010 году. Тогда прокуратура в области была серот инициатором его створением. Теперь тут принимают активный удел о пополнении экспозиции. Сегодня у музея можно увидеть новый стенд, присвеченный историей правоохранной структуры и некоторые документы, доступ до яких ранее был дозволен далеко не всем. Та речи юбилейного данного у музея так само передали. А про чатаго у прокуратуры мают намер взвернуться до дейших и былых супрасовников с просьбой о предоставлении материалов с особистых архивов. В каждого старого, я прошу прощения за это выражение, старого работника прокуратуры, всегда что-то есть личное, интересное, которое будет не только ему сейчас интересно, а и многим другим людям, которые придут в этот музей. Прохолода с доставкой. По набережной сожи у Гомельским парку курсируют велотележки с мороженым. Дитячая гульневая пляцовка и краевиды, якие радуют вока. Набережная сожа – улюбенное место городжан для прогулок. Велотележки робят отпочинок ясче больше приемным. Мороженое – особливо успехотный летний день, ласунок, у яким тяжко сабе отмовить. Однако до этого купить его на набережной не было день. Приходилось исти у краму, и подниматься до аттракционов, а это не близко. За размороженое само едет до Гомельчан. По коль по набережной курсируют только две велотележки. Разъясное мороженое пока будет позволять нам погода. Пока будем оценивать, смотреть, как оценивают горожане. Надеемся, что им понравится наша идея. Если в дальнейшем понадобится еще, я думаю, что мы изобретем что-нибудь. Либо новое, либо добавим тот же ассортимент. Православные верники означают сёння Успенне про Святой Богородице. Это одно из великих 20-х непероходных святов. И оно установлено в память об смерти Девы Марии. У храмах у Яго Гонор проходят урочистые набаженствы. У народе свята Успенне ясчэ называют першей прачистой. Свята символизуя закончение жнева и наступление восенской пары. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tsv.orgomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Максимом Савиным. До новых встреч у эфиры! Субтитры подогнал «Симон»!